по обычаю с 10 до 6 занятия с перерывом на обед это получается 26 27 28 29 и первый день мы выстраиваем отношения сами собой то есть мы как бы тест проходить насколько я себя чувствую свои каркасы свои пружины внутри который у нас геометрии тела заложены да насколько осозлучен сам собой да насколько я могу границы держать там на второй день у нас посвящен родительским отношениям близкие отношения они характерны тем что там очень много болевых ощущений это же люди близкого круга не может окраса ушел бросил все да и поэтому очень много вещей надо привыкать друг другу это вот через разные виды боли да то есть терпеть обиды которые родители не хотят тебя бить и хотя поправить но ты обижаешься это же определенные психически болевые ощущения вот близкие отношения характерны тем что мы должны очень много терпеть или не терпеть или разрушили разруливать как-то да и вот здесь особенности с родственных отношений это мы во второй день будем разбирать то есть прорабатывать на теле вот эти особенности и как из них выходить или как их не допускать или допускать минимальной форме то есть это уже практические занятия не размышления в эту сторону до философскими просто мы на практике в это все взаимодействие до моделируем все эти отношения с близкими и прорабатываем вот третий день это бизнес отношения то есть эти отношения которые должны служить нашему росту то есть не обязательно финансовом состоянии нашему росту как социально значиму личности насколько мы можем договориться с партнерами вот на любом уровне неважно работодатель я или подчиненный или партнеры это есть особенностью этих отношений то есть а ты всегда можешь разорвать и поэтому к ним тоже относиться очень трепетно не завязывайте отношения которые собираются развивать вот это очень тонкая грань которую мы должны как зрелые люди отвечать за нее быть ответственны за отношения внешнего округа четвертый день это вот тонкая тема насколько я готов к кризисам то есть у нас вот четвертый день тема акробатики да то есть там на простейших моделях мы моделируем критические ситуации то есть кризисные и нам предстоит их переживать минимум было последствий разрушения да да просто моделируем малые события которые позволяют нам принять устойчивость при принятии решений очень быстрых и очень эффективных да не боясь за какие-то последствия вот четвертый день у нас как раз вот про наши времена которые сейчас идут да когда у тебя вокруг как бы опасность и надо принимать решение кинима не отложишь на завтрашний день нельзя отложить жизнь ждать пока карантин закончится это вот очень важный момент на четвертый день я вынес то есть как раз что нам позволит сегодняшним день как-то ориентироваться вот четыре дня таких мастер-класс будет проходить до 2 «тенах» до 3 лет до Продолжение следует... Продолжение следует... Или проползти, пользуясь по полу, например, пользуясь только плечевым суставом и тазобедренным, без рук и без ног. Как проползти? Можно пользуясь только торсом своим. Для многих это очень непонятно, как это можно так управлять своим телом, чтобы это можно сделать. Вот, например, или там простоять на цыпочках, ну, хотя бы секунд 10-20, закрыв глаза и опираясь только на внутренний процесс. Или встать на пятки и поставить на пятках просто. Можно поставить на пятках или нет. Но при этом я могу очень серьезно поправить свое положение сейчас. На мой взгляд, чистой воды арт-педагогика, потому что суть арт-педагогики – это самоуправление, саморегуляция, в том числе уникальным инструментом, собственным телом. Когда я могу понимать, что мое сознание, мое самоотношение очень легко диагностировать можно самому, без всяких врачей. Через вот те упражнения, которые нам Катунин показывает. Это владение системной практикой, да еще и осознанной практикой того, как может человек строить себя. Здравствуйте. Меня зовут Виктория, мне 20 лет. И я хочу поделиться своим опытом, проведенным на курсе по саматопсихологии Анатолия Катунина. Зачем я пришла на этот курс и как я вообще, в принципе, туда попала? Я учусь на психолога-педагога, и об этом курсе я знала еще с февраля месяца, а то и не раньше. Но осознанность к тому, что это мне действительно нужно, пришла только осенью. Я совсем недавно на этом курсе, да, и я могу сказать, что мой путь в нем только начинается. Как сказал Анатолий, вы сами пишете свой курс, и это очень важно. Каждый сам ставит себе цели, и каждый себе эту цель пытается достигнуть. Курс, в основе которого лежат курс упражнений, это просто инструмент. Это просто инструмент, благодаря которому вы поймете что-то действительно важное для себя. Это не про физуху, это не про мышцы, это про духовность. И, наверное, это самый важный критерий. Если действительно вы хотите понять себя, разобраться в каких-то очень важных моментах своей жизни и просто остановиться от погони, в которой мы обычно застреваем, в погоне жить, просто остановиться, посмотреть вперед, посмотреть назад и ответить на важные вопросы, именно ваши. Тогда вам, наверное, нужен этот курс. По крайней мере, я понимаю, что мой путь, он только начинается. Мой жизненный путь идет давно, с момента моего рождения, но мой путь осознанности, он только начинается. Я учусь на психолога-педагога и перепробовала очень много разных практик, читала книги, ходила к психологам. Но за месяц на курсе по соматопсихологии я получила большее, что-то большее, чем написано в книгах, что-то, что очень сложно выразить словами. Поэтому я приглашаю вас на курс в Твери в конце октября. Это очень интересный опыт, который стоит хотя бы попробовать, испытать. Нет никаких лозунгов, нет никаких громких слов, гарантий. Все зависит только от вас. И мне кажется, это основополагающее, это основополагающий, и мне кажется, это очень важно. Спасибо.